Доброго дня и радости, дорогие братья и сестры! У меня для вас есть очень хорошая новость! Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня у нас не просто день воскресный, а праздник Пасхи. Пасха наша Иисус Христос. Мы поздравляли друг друга в собрании, поэтому и сегодня примите наши поздравления от нашей церкви, от братьев всех, сестер. Пусть Господь благословит. И от меня лично, Володя, Оля, Рафаэль, Лена, Сережа, Андрей. Пусть всех Господь благословит. Вы сегодня не в Ежевске, но радость от этого дня достигнет и вашего сердца, и вы будете тоже счастливы, как и мы сегодня. Мы сегодня много пели, мы сегодня много поздравляли друг друга, радовались дети, молодежь, братья, сестры, домашние группы. В общем, все служили добрыми гимнами, стихами, поздравлениями. В общем, этот день для нас действительно день радости, день благословения. Я читал Слово Божье в собрании, что и вам сегодня прочитаю, чтобы и ваше сердце наполнилось вот этой любовью к Господу. Луки, 24 глава. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними и два мужа белых одеждах, и блистающих, и когда они были в страхе, и наклонили лица своих к земле, сказали ему, что вы ищете живого между мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Небесные жители, ангелы возвестили женщинам, которые пришли ко гробу, неся мира, чтобы помазать тело Иисуса. То есть, как видим, не было особого понимания воскрешения, хотя Иисус об этом часто говорил, и предупреждал о своем воскрешении. Но вот эта сложность, восприятие этого события женщинам не далось. И они не шли, не переживали, кто отвалит нам камень, он был большой от гроба, а приходит камень отвален, он не просто упал, а его как сила отбросило от гробницы, двухтонный камень отброшен лежит. И храма-то нет, и они заглянули туда, и гроб-то пуст. И, конечно же, вот эти события, они легли в основании, начало этих дел великих о воскрешении. Сегодня, я не думаю, что есть какая-то другая трактовка этих событий. Мы знаем, что Христос воскрес, и сегодня об этом говорим. Но для вас, мои дорогие братья и сестры, я бы хотел какие-то духовные, все-таки на нынешний день, начинания, чтобы были. Вы знаете, воскрешение, вам как бы легче, это вы уже услышали, вы передаете другим. А вот каково было апостолам, да? Они ведь еще это не знали. Они еще были не сведущи в этих во всех делах. Тем более, что Иисус не так уж часто был с ними. Вот он явился первый раз, да, первый день. Потом его неделю не было. И снова через неделю он является. Причем по-разному. Где-то явился ученикам, идущим в Маус, где-то женщинам явился, где-то Петру, а потом вечером апостолам. Они были закрыты в доме, они боялись там гонений, что их тоже арестуют. И дверь закрыта, они обсуждают эту тему. И вдруг раз среди них Христос, понимаете? Он не стучался в дверь, просто раз среди них появился. И вот они в этих событиях, и потом они неделю его не видят, а воскрешиво, где вот он неделю, да, находится. И затем вот идет это обсуждение, а Фомы-то не было, Фома говорит, о, не-не-не, не было меня, значит, и не было ничего, вы тут придумываете это все видение. Вот. Никакого тела не было. И снова проходят недели, вот они уже собраны, Фома есть. И снова Иисус раз среди них. И говорит, Фома, поверь, вот тело. Вот это вот действительно событие. А потом ученики, раз, ну, они тоже еще как-то не были сильны в этом благовестии, да. Вот они оставляют Иерусалим, разбегаются Петр, Яков, Иоанн. Они возвращаются к делу своему бывшему, рыбачить, да, рыбаками снова становятся. То есть забыли благовестие, забыли все. Снова рыбаки в мир опять, да, вернулись. И Господь снова является им, понимаете? Вот эти 40 дней, они так вот насыщены. Не просто Он воскрес, а Он своим воскрешением насыщал других, понимаете? Он давал через себя, Иисус, возможность другим осознать вот эту жизнь, жизнь вечную, в уже в новом теле. И, конечно же, вернул их, и всех вернул в Иерусалим. И последние дни уже находясь в воскресшем теле, Иисус перед тем, как вознестись, а вознес Он рядом на горе с Иерусалимом. И вот, опять же, там ангелы, да, присутствуют, кто внимательно читал ангелы, и тоже апостолам сказали, Он придет снова, представляете? И вот Господь им дал великое поручение идти научить все народы. И вот это поручение мы сегодня выполняем все. И вы, и я, мы все это великое поручение выполняем. Я просто вот сегодня чуть раньше записал, наконец-то, проповедь, потому что буквально через два часа, даже меньше, мы уже садимся в пояс, это пасхальный день у нас. Но пасха для нас не один день, это минимум неделя. И вот мы отправляемся сейчас в Москву через два часа, выйдем на главный перекресток, на главную площадь столицы, и будем читать Евангелие вслух. Представляете? Весь Новый Завет мы прочитаем, а в конце книг, в Откровении мы помолимся. Так еще никто никогда не делал. Да, Евангелие читали, и я очень рад, что это возобновляется, потому что, но читали на лобном месте. Ну, там, где вот Гумс, Пасхи, Ворота, Куранты-то, да, и Храм Христа Спасителя. Вот там лобное место. И вот на этом лобном месте читали и Слово Божие ранее, еще до революции. И читали когда? Да, в Пасху. Представляете? И вот мы сейчас возрождаем это. Мы будем читать Слово Божие снова в центре столицы, причем читать три дня. И в конце прочитаем книгу Откровения как молитву, да, как молитву. Этого, вот этого уж точно никто не делал, поэтому Откровение, книга как молитва, пришло такое пророческое слово брату Майклу, они несут служение круглосузочной молитвы. В Канзасе, где он является руководителем всех молитвенных движений и по земле. И вот ему это Откровение пришло в 2006 году, и вот теперь оно только для нас открывается. Представляете? О, сколько времени Господь нас взращивал. Это так приятно, что Господь взращивает нас и находит наши сердца. Поэтому будьте благословенны эти дни, молитесь за нас, потому что это будет очень серьезная битва. Наша битва будет против дьявола пока за Москву, за город этот, что в этом городе будет большая церковь. Мы это знаем, мы это понимаем и к этому идем. И мы едем туда не ради даже просто какого-то дня, а ради вечности, ради спасения людей. Это очень важно. И это, знаете, вот некоторые мне говорят, вот там молятся, вот там молятся. Да я только рад. Знаете, я вообще всегда радуюсь, когда люди молятся. Я никогда никому не мешаю молиться. Но когда кто-то другой молится, я хочу тоже поддержать. Я тоже хочу сказать, чтобы человек молился. Так и вы, вот когда мы и едем молиться, тоже желайте нам хорошей молитвы. Просто вот вспомните о нас, что мы едем, нас едет, ну, достаточно много, у нас будет порядка 20 человек там, вот, на площади. Поэтому вот это нам надо. Нам надо, нам важно. Важно ваше... Причем каждый будет читать. Там не будет только вот я читать или есть братья кто-то. Все будут читать. И сестры будут читать, и молодежь будут читать, все будут читать. Каждому дано понемножку, ну, как понемножку, кому-то столько, ну, на полчаса, вот так скажем. И вот каждый будет читать Это очень для нас ценно Мы приобретаем это Каждый для себя, для неба А вы в этом труде тоже Можете участвовать Нас поддержав Благословить нас молитвой, добрыми Словами Знать, что мы уже сейчас Пока вы смотрите вот это, мы уже в пути Да То есть раз вы это смотрите, мы уже Должны быть в пути Вот, ехать В поезде к Москве Вот такие у нас, знаете, братья и сестры Добрые пасхальные дни Я очень рад этому, я очень рад Я вообще хочу сказать, дорогие мои Братья и сестры О том, что вот Божья любовь Она явилась к нам И мы тоже должны почувствовать Что мы в эти дни Ножем проявить Божью любовь Можем больше о нем говорить, больше о нем молиться Больше размышлять, читать его слово Говорить обязательно людям это слово Вот это у нас сегодня с тобой в этих днях Я не думаю, что кто-то сегодня откажет Как мне сегодня сестра рассказала Говорит, мы едем на собрание В трамвае И внук у ней, который тоже едет на собрание Он, значит, были открытки такие с Пасхой И он, значит, идет по трамваю всех поздравляет Кто-то ему яйцо дает Один даже мусульманин Один мусульманин говорит Ой, ну-ка дайте меня мусульманин Я тоже хочу узнать о Пасхе Представляете, как это приятно Как это приятно, когда люди любят Иисуса Когда у нас вот это есть Да, я у многих обманул и поставил их в рамки зданий Каких-то действий религиозных Я хочу сказать так Вот посмотрите, какое большое небо И вот огромная Божья любовь Которая сотворила это небо Вот эта его любовь Она сегодня так проявляется Так хорошо, когда я записан на небесах Как вечный, как вечный живой Поэтому и вам сегодня я желаю этой вечности Поздравляю вас, дорогие братья и сестры Христос воскрес Воистину воскрес Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...